Крупный план. Действительно, вопрос интересный и требует исторического экскурса. Я бы хотел начать с того, что отрасль телеком в России существует уже больше 20 лет. Компания МТС отмечала 25-летие. И все это время цена единицы услуги только дешевела. Вы можете вспомнить, это, наверное, тарифные планы еще на больших трубках, которые в долларах были, в условных единицах, целые пакеты. Вот контракты, так называемые сейчас, среднее потребление в сети МТС 250 рублей в месяц. Эта цифра стабильная, причем она включает и смс, и пакет минут, и пакет гигабайт. Это, причем, я не конкретно тарифный план рекламирую, это такая средняя величина. И того на и того. Поэтому наша отрасль является уникальным примером в российской экономической истории, когда, не получая никаких государственных поддержек и инвестиций, развиваясь сама, создавая внутреннюю честную конкуренцию, отрасль создавала только с каждым годом все лучшие условия для потребителей. Результатом чего явилось снижение цен до определенного уровня, которое и по сей день продолжается. То есть вы заметите, что если раньше за, ну давайте так, 300 рублей можно было приобрести 1 гигабайт каких-то там 500 минут, сейчас за 300 рублей можно приобрести уже практически 10 гигабайт и еще большее количество минут. Поэтому стоит отметить, что все-таки мы действительно это понимаем внутри отрасли, и тут никакой магии нет, вся магия лежит в экономике. Мы просто сдерживаем свои основные затраты для того, чтобы создавать максимально комфортные условия для роста потребления у наших абонентов. А за счет чего удается сдерживать затраты? Ну это умный бизнес, Светлана. То есть мы, во-первых, не растим затраты там, где их не надо растить. Мы экономим на размещении своих базовых станций. Мы договариваемся о специальных ресурсных контрактах с энергопоставляющими компаниями. Мы придумываем новые экономичные технологии для своего бизнеса. Мы внедряем СРМ. Вот все те продукты, которые сейчас с приставкой Digital или Smart можно найти на рынке, там любые СРМы, мы первые внедрили у себя, и это позволяет действительно экономить, не раздувать штат, и очень так сухо, и по-настоящему динамично развиваться при этом. Ну, цена контракта для человека с компанией, подобной МТС, она не может ведь падать бесконечно, наверное, да? Можно ли сказать, что сейчас вот эта средняя цена, она стабилизировалась? И от чего будет зависеть, будет ли расти цена вот на тариф, или она будет падать, или она будет стабильной? Знаете, мой собственный прогноз таков, что сейчас действительно цена находится на определенной полке, как мы это называем в кавычках, это значит, что она, наверное, зафиксировалась. Потому что, ну, по большому счету, наверное, вот 250 рублей, ну, я не удивлюсь, если скажу, что это чашка кофе в приличном кафе, и вот чашка кофе в приличном кафе, которую можно выпить за 10 минут, или целый месяц получать какие-то пакеты услуг, которые вас будут удовлетворять все 30-31 день. Поэтому, ну, наверное, дальше просто уже не очень понятно, куда дешевле и зачем, потому что даже 10-процентная экономия от этой цифры – это 20-25 рублей. Ну, некоторые могут даже мимо пройти, не наклониться за этой денежкой, если ее на улице найдут. Ну, то есть, сама величина этой экономии уже настолько незначительна, что фактически не влияет на выбор. Да, и сейчас мы уже очень плотно стали входить в потребительскую корзину, как ЖКХ-услуга, как что-то неотъемлемое от человеческой жизни и общего потребления. Поэтому многие наши абоненты, большинство людей, они нас уже ассоциируют все-таки с такой повседневной услугой, которая повседневно входит в их рацион, в их кошелек. И мы, наверное, все-таки их больше радуем, чем огорчаем, когда цены наши не растут, ну, по сравнению, по крайней мере, с другими потребляемыми услугами, с которыми сталкиваются наши абоненты. — Каков процент людей в России и, может быть, в Кировской области, кто вот в свою продуктовую корзину уже сложил услугу телекоммуникационной связи? Насколько она охватывает сейчас? Вот по ЖКХ мы 100% должны платить, только люди, которые не имеют постоянного места жительства, не платят. А что касается телекоммуникационных услуг? — Я скажу так, у нас среднее проникновение в Кировской области по всем операторам, а у меня такие данные тоже есть, больше 1,8. То есть фактически две сим-карты на одного человека, на одного жителя. Но здесь секрет простой. Конечно, у нас у каждого, наверное, у современного человека, динамично живущего, в нашем диджитал-мире есть телефон, есть планшет, возможно, есть брелок от машины, где тоже есть сим-карта, возможно, ворота у кого-то в частном доме, сим-карты открываются. Но больший эффект все-таки создает наличие сим-карты в вещах. Это платежные терминалы, это банкоматы, где в каждом не менее трех штук стоит. И вот это вот потребление, опять же, в целом на целое, если мы приведем какую-то среднеизвешенную величину, это около двух сим-карт. Компания МТС очень плотно работает с правительством Кировской области. Мы постоянно видим отчеты компании на сайте, и у вас в Фейсбуке очень активно появляется информация о том, что происходит. Давайте подведем некоторые итоги 2018 года. Что из масштабных строек, может быть, реконструкций, нововведений появилось в области за этот период? 2018 год стал для нас во многом ключевым. Мы наконец-то смогли наш долгожданный проект с опорами двойного назначения построить и запустить. Это было лето при помощи нашего города, многоуважаемых коллег из Министерства связи. Ну и, в принципе, консорциума общих усилий операторов нам удалось пройти все бюрократические инстанции и, в общем-то, получить разрешение на реализацию этого проекта. Нашим партнером стала Горэлектросеть. Горэлектросеть модернизирует те опоры, которые сейчас несут кабели ВЭС и осуществляет освещение наших с вами улиц. Соответственно, модернизируя и улучшается несущая способность, и мы размещаем свое телекоммуникационное оборудование. Причем мы... Да. Понятная история. Нет, разве мы об этом начали, как итогом? Про опоры двойного назначения давайте поподробнее расшифруем. Для чего вообще телекоммуникационные компании объединились? Объединились, совместная была работа. Какие задачи решают эти опоры? Немножко посмею вас поправить. Мы не объединялись. Мы создали общую... Как это правильно сказать? Консолидированные мнения по этому вопросу выработали. Вот в этом наши мнения были схожи. То есть мы поняли, что в существующем, быстро растущем по потреблению в нашем городе, чтобы вы понимали, за три года потребление выросло больше, чем в три раза. Опять же, это средняя величина. Есть у нас и уникомы. То есть если раньше в те 250 рублей, о которых я говорил, входил гигабайт полтора интернета, то за три года выросло среднее потребление до 12. Ну вот ничего другого, не знаю я так быстро растущего, в 12 раз за три года больше ездить на автобусе тоже сложно себе представить как. А вот гигабайтов в три с половиной раза больше потреблять, это наша уже реальность. Поэтому мы понимаем, что сейчас наши абоненты предъявляют высокие требования к качеству, высокие требования к покрытию. И даже в самом Кирове, который явился площадкой для реализации этого проекта, мы до сих пор видели слепые пятна, так называемые. Это зоны, где невозможно создать устойчивое покрытие, особенно внутри зданий. Наш город знаменит тем, что очень большое количество, так скажем, исторического фонда с огромными толстыми стенами, узкими окнами, полуцокольными этажами. И это все очень большие проблемы для проникновения наших волн. И, собственно, здесь выход только один – ставить наши опоры, наши базовые станции чаще. То есть создавать уже некое непокрытийное, емкостное инфраструктуру, для того, чтобы такое покрытие давало возможность комфортного пользования, даже в местах, где, собственно, этого не должно случиться, потому что просто архитектура там не позволяет. Так вот, всем очевидно, мы работаем в одной физике, так как говорится, и все операторы понимали, что мы просто без этого не сможем качественный скачок дальше сделать. Поэтому позиция была объединенной, консолидированной, и мы вместе выступали единым фронтом, нам все удалось сделать. Сейчас те опоры, которые вы видите, их уже больше 45, вот сегодня уже больше 45, и я знаю, что и у нас, и у наших коллег есть прям большие планы по дальнейшему развитию и созданию еще лучшего покрытия для наших любимых абонентов, жителей города Кирова. И не только. Сейчас есть проекты по Кирово-Чепецку, и также наш технический партнер подтвердил возможность строительства таких опор в городской среде, в малых городах Кировской области. Ведь совсем недавно, еще только вы рассказывали здесь вместе с вашим коллегам из Мегафона, что вот установлена первая опора, торжественно она была открыта, по-моему, в чистых прудах. Чистые пруды, Мостовицкая, Чистопрудинская. Это было начало осени? Да, это был конец лета, поэтому я сказал, что это летнее событие. Буквально за несколько месяцев 40 с лишним опор возникло в городе. Да, мы долго готовились, мы долго запрягали, но по русской традиции быстро ехали. Поэтому как только создалась возможность оферта в рынке пользоваться таким техническим преимуществом, нас не подвели ни подрядчики, ни наш партнер Горэлектросеть, и весь процесс оказался для всех прозрачным и простым. Поэтому даже за такой небольшой промежуток времени мы смогли значительное количество инфраструктуры построить. Где в основном возникли эти опоры в городе Кирея? В спальные районы, Светлана. Это не секрет, потому что, несмотря на то, что мы продолжаем считать, что у нас сейчас ведется комплексная застройка, даже в новых микрорайонах не создается объект, пригодный для размещения объектов связи. Часто встрет сталкиваемся с тем, что видеть антенны связи на своем жилом доме люди не хотят категорически, но здесь и радиофобия, и эффект фольговой шапочки, как я его называю. Ну, в общем... Что это такое? Ну, вы же смотрели фильм «Нейтаж Ямалана», когда там муссировалась тема, что пришельцы не залезут к вам в голову, если вы шапочку из фольги оденете. Это как раньше было страшно покупать квартиры около телевышки. Люди думали, что это как-то оказывает влияние на их жизнь. Наверное, да. Ну, пусть так. Да. Ну, вот такая фобия была, я помню. Да. Ну, я всем всегда говорю, что базовая станция, и это факт, работает на мощности излучения 20 ватт. Сейчас в комнате, в которой мы находимся, светильники потребляют больше. Микроволновка обычная бытовая, это полторы тысячи ватт. Чайник иногда побольше даже выдает. Электроплита. Если просуммировать просто тот фон электромагнитного излучения, который от бытовых приборов присутствует, то базовая станция, которая на удалении 20-30 метров на такой же высоте, находится с излучением в 20 ватт, это просто детская пачкательня по сравнению с Рембрандтом. Поэтому не того боитесь. Здесь, если коротко. Спальные районы. Спальные районы, да. Нет инфраструктуры. Причем по своей специфике спальные районы, ну, например, чистые пруды, что это такое? Это во многом молодые семьи, самые активные потребители. Это первое жилье у людей. Многие приехали из регионов, ну, из региона нашей Кировской области. Там постоянно как приезжаешь днем, там мужчин нет, мужчины на работе, и женщины ходят с колясками. Это такая очень милая картина, но все с телефонами. Вот сейчас даже у нас на столе, мне кажется, два или три телефона лежат, да? И дети тоже, конечно, большие потребители. И дети, и это уже просто не отнять из нашей жизни, из современной. Поэтому вот эти люди, в первую очередь заинтересованные в потреблении качественных мобильных услуг, были лишены этой возможности. Вот опоры двойного назначения, слава богу, дают нам возможность теперь гарантировать качество услуг. И я, пользуясь случаем, хотел бы заявить, что ни одна опора не возводится противозаконно. То есть у нас есть разрешение, и я знаю, что наши коллеги точно так же работают в этом рынке. То есть все, весь уровень безопасности, все необходимые нормы соблюдены. И если кого-то там интересует какая-то конкретика, можно выходить на меня в Фейсбуке, и я все расскажу и покажу. Мы действительно не строим того, чего строить нельзя. Это очень хорошая, на самом деле, новость, что кроме города Кирова, сейчас вы можете зайти в Киров-Чепецкий, даже добраться до Вятских полян, потому что потребность людей в этой связи, безусловно, очень велика, и она растет с каждым днем. Без этого себе уже жизнь практически невозможно представить. Еще один момент, который, мне кажется, нужно напомнить, который был реализован совместно с правительством Кировской области в 2018 году. Это включение вот таких опор, на которых телекоммуникационные компании могут размещать свое оборудование в проект поддержки местных инициатив. Это касается малых поселений, где неинтересно строить такие большие опоры, дорогостоящие. И если людям нужна такая связь, мы это обсуждали здесь, в этой студии, когда приходили чиновники из правительства, то решением поселения можно такую опору установить. И совместно с компаниями, которые такую связь обеспечивают, плюс средства по ПМИ, получить вот хорошую доступную связь. Это не может не радовать. Я только не уверена, что все об этом знают, но я надеюсь, что консультанты по ПМИ сообщат. Знаете, у нас наш профильный министр, Юрий Иванович Палех, очень прозорливый в этом направлении человек, поэтому с его подачи мы сейчас реализуем опять пилотный проект. Причем пилотный – это нормальное для нас слово. Все пилотное у нас дальше летит, как правило. Вот, ставится на крыло. И уже сейчас я знаю, что в высокой стадии готовности находятся те два поселка, которые должны возвести опору по проекту по ПМИ, и буквально, наверное, до конца первого квартала, возможно, если нам поможет погода, она у нас непредсказуемая, как правило, я помню, в апреле 20-го числа даже снежочек выпадал в прошлом году. В общем, очень сильно от этого зависим, но все от себя возможное сделаем, и проект будет реализован в установленные сроки. То есть мы разместим оборудование на тех опорах, собственниками которых будут местные муниципалитеты, и это даст возможность в дальнейшем поверить в этот проект другим районам, другим населенным пунктам, потому что действительно мы в бизнесе работаем с понятием окупаемости, и просто физически невозможно иногда согласовать некоторые объекты, которые, ну, просто, ну, вот уж совсем никак, Светлана. Мы иногда выходим за рамки 7-8 лет окупаемости. Вот представьте, что вы свои собственные деньги вкладываете. 7-8 лет – это еще более-менее понятно, что будет дальше неясно. И вот закапывать несколько миллионов, а иногда даже десятков миллионов для того, чтобы выстраивать бизнес на окупаемости с горизонтом в 9-10 лет, конечно же, нельзя. Максим Исаев в программе «Крупный план», руководитель филиала компании МТС Кировской области. Мы уверенно переходим с 3G на 4G-связь. Для компании, которая эту связь нам обеспечивает, что это значит? Что пришлось сделать в минувшем году для того, чтобы 4G-связь пришла в дома кировчан? Ну, опять потратить денег, да. Здесь у нас традиционно Кировская область обладает инвестиционной, наверное, активностью выше, чем многие другие более крупные регионы. Это заслуга и корпоративного центра, который верит в команду МТС Киров. Ну, и наша, собственно, личная заслуга в этом тоже немаловажна. То есть мы получаем деньги, которые мы тратим на развитие собственной сети. Что мы сделали? Мы за два последних года физически обновили оборудование на всех базовых станциях. То есть вот есть все то, что строил еще Евгений Павлович, Поповский, Александр, которые все помнят, да, там. Вот это все, вот все, что строилось, вот за последние два года мы с коллегами посетили и везде поменяли оборудование. И теперь это самая новая сеть в Кировской области. Просто нет новей. Там оборудование еще в пакетиках, как говорится, как сиденье у машины. Вот что это дает для потребителя? Это же, конечно, прирост покрытия, это прирост качества. Сейчас многие абоненты уже замечают, что уровень слышимости улучшился, качество сигнала стало практически HD Voice. Параллельно с этим мы подумали, как бы, ну а что ходить вокруг да около, раз мы все равно каждую базовую станцию обновляем, давайте увеличим количество антенн 4G. То есть мы на все базовые станции сейчас разместили 4G-антенны, и фактически сейчас мы являемся лидерами по 4G-покрытию в Кировской области. Это мы называем SWAP. Это наша внутренняя такая... Ну, я не буду расшифровывать, чтобы никого не пугать, но это аббревиатура, как бы, процесса обновления сети, там, модернизации целиковой. Вот, это стоило нам порядка 400 миллионов. Больше 650 базовых станций было обновлено и приведено к единому современному формату. Это за два года? За два года, да. Ну, это просто длительный процесс. У нас ребята прям работали ночами в декабре, чтобы это сдать. Ну, а всего за минувшие два года компания МТС в Кировской области вложила 900 миллионов рублей. Что еще, на что еще пошли вот эти инвестиции? Безусловно, на строительство. Как я сказал, инвестиционная привлекательность Кировской области, ну, путем дополнительных усилий в глазах нашего корпус-центра выросла. Мы доказываем необходимость расширения нашей сети. Мы очень активно закрывали направление на Слободской. Мы активно строились в новых микрорайонах. Причем, если обычно у нас, как бы, в телеком-среде принято сначала дождаться, когда дом построится, посмотреть, а сколько там, кто приехал, давайте там посчитаем с управляющей компанией, поговорим. Ну, потом, может быть, начнем согласовывать проект, а все делается небыстро, и в итоге люди мучаются, не получают связи, как-то это все решают для себя. Ну, в общем, испытывают определенные сложности. Сейчас мы действуем по-другому. Сейчас мы работаем очень плотно с застройщиками. Мы понимаем, где что будет строиться. Компания ССК, КСМ, Железных, ЧУС, там, все остальные, там, Маяковская. Мы знаем, когда возводится, когда сдается. Соответственно, готовим все свои сети. И сейчас наша задача – это наличие комфортной среды для потребления телекоммуникационных услуг к моменту, когда человек заезжает в дом. Удается, соответственно, это делать. Именно поэтому здесь сейчас на это тратится большое количество денег. И в прошлый год нам удалось за 2018 год запустить больше 100 базовых новых станций, среди которых и 2G, и 3G, и 4G, и даже были населенные пункты, где вообще связи не было. Ну, никакой. То есть люди там лазили на дерево, я знаю такие случаи, строили трехметровые табуретки, чтобы интернет ловить, и вообще на гору куда-то ходили, там, переговорный пункт, так называемый. Хотя стоит признать, что проблема для Кирова, для Кировского региона, она массовая. То есть мы имеем большое количество обращений, у нас очень много малонаселенных пунктов, и здесь, наверное, в лоб ее просто так не решить. Поэтому даже на 2019 год мы имеем несколько согласованных программ, программ корпцентром, и это будет порядка 200-300 миллионов рублей. Параллельно с этим, опять используя свою инициативу дополнительных инвестиций, и мы сейчас согласуем несколько интересных проектов, которые дадут возможность разместить мини-базовые станции в населенных пунктах, где нет совсем связи никакой. То есть, ну вот примерно у нас есть Совья, Мыр, Сувади, то есть это населенные... Многие даже не знают названий таких населенных пунктов, кировчане. Я понимаю, почему, да, потому что это очень незначительные по меркам Кирова населенные пункты, но все же там живут люди, и это возможные абоненты, им хочется также быть приобщенными к современной культуре общения. И когда мы нашли такую техническую возможность, опробовали ее в этих населенных пунктах, мы знаем, что это работает. На 2019 год у нас, ну, в моих планах личных, по моей мечте, это 15 тысяч человек, которые были без связи совсем. Вот они должны получить связь МТС именно в локациях таких населенных пунктов. Раз уж мы заговорили о доступности, и в отдаленных районах мы не можем с вами не поговорить о том, что пришло цифровое телевидение, и несмотря на то, что большая просветительская и разъяснительная работа ведется, тем не менее, нужно еще раз пояснить, как компания МТС к этому подготовилась сама и подготовила своих абонентов. Да ну здесь, наверное, все просто, Светлана, то есть ничего для них не поменяется. Для всех тех, кто пользует домашние сервисы от МТС, не поменяется ровным счетом ничего. Они уже сейчас потребляют цифровой сигнал, и поэтому просто им не о чем переживать. Все останется на своих местах. Для тех, кто находится вне зоны действия каблированных сетей, ну, такое понятие, как говорится. Ну, каблирование – это возможность разместить кабель, кабельное телевидение платное получить. Поэтому те, кто находятся в зоне действия выше КРТРС и получают аналоговый сигнал, у них, конечно, час пи, наверное, или там час че, можно так сказать, в 15 апреля произойдет, когда будет переключен рубильник, и фактическое вещание аналогового телевидения в Кировской области прекратится вслед за многими регионами в стране, и останется только цифровое. Поэтому, ну, от себя могу посоветовать посмотреть повнимательнее на возможность приобретения спутникового оборудования. Цифровая приставка, безусловно, хорошо. Но хорошо задешево часто не бывает, особенно в нашей уважаемой стране. Поэтому имейте в виду, что спутниковое телевидение гораздо надежнее, гораздо качественнее сигнал, вы гарантируете для себя прямое отношение с оператором. Есть куда позвонить, есть где получить помощь, в каждом районе есть монтажник. В общем, это несколько совсем другой уровень сервиса. И я знаю, что в нашем регионе есть населенные пункты, где теоретически и цифровой сигнал от РТРС не долетит. То есть это, ну, сложно доступный, с таким сложным рельефом. Там, безусловно, остается только вариант спутника. Раз уж мы с вами заговорили о том, что цифра приходит во все сферы жизни, то надо, конечно, говорить не только о телефонах, не только об интернете в компьютере или в планшете, не только о телевизоре, но еще говорить о том, что все эти ресурсы приходят буквально в каждую сферу экономики и даже быта горожан и сельчан. Тут тебе и умные дома, тут тебе и безопасный город, тут тебе и видеонаблюдение, и различные системы, которые позволяют эффективно работать бизнесу в современном цифровом пространстве. На что стоит обратить внимание или какие планы строит компания МТС в 2019-2020 году в этих сферах? Ну, мы, если говорим с вами о диджитализации, цифровизации того, что происходит вокруг нас, то мы видим себя, конечно же, провайдером развития цифрового мира. Мы, в первую очередь, обладаем инфраструктурой, которая может быть применена к этой истории. Ну, там, все, наверное, большинство там знают, как организовано движение в Москве. Там умный город, умные парковки, умные остановки уже кто-то, наверное, наблюдал в Кирове. Вот, все это делается на основе цифровых сервисов. Компания МТС, я хоть небольшую такую коммерческую тайну, только для эхо открою, что до конца этого месяца объявят официально о запуске сети NBOT, то есть это выделенная сеть в нашем диапазоне частот, которая будет содержать в себе только трафик МТОМ, машин-то машин. То есть в этой сети не будет ни голосового трафика, ни трафика других пользователей. Там будут исключительно общаться машины. Ну, некая Sky, знаете, такая сеть для машин. Вот зачем это нужно? Да, пригодите пример. Да, зачем это нужно? Ну, представьте, что какой-то крупный оператор размещает у себя датчики расхода какого-то, не знаю, какого-то теплосодержащего вещества, например. Да, ну, соответственно, как-то нужно что-то мерить, передавать данные. Можно по старинке посылать дядю Васю, чтобы он периодически проверял, а все ли там нормально. А можно создать специальную группировку датчиков, оснастить их вот этими NBOT-модемами, закопать в землю, подвесить воздух, не знаю, похоронить в бетоне. Они работают несколько лет беспрерывно, без модернизации питающего устройства. И этот датчик, согласно определенной, заложенной в него программе, будет отправлять данные. В какой-то момент мы увидим аларм, среагируем, все починим, все там, ну, не мы, точнее, а эксплуатирующая организация. Поэтому для этой сети, почему она отдельно запускается, там важны совершенно другие настройки. Там нужно там другой пинг, несколько другая история с сетевой, ну, там, с сетевой нагрузкой. То есть мы бы не хотели, чтобы они пересекались. Это мировой стандарт NBOT. Вот поэтому такой, этому секрету... В каких сферах она применима? Это передача данных для общения устройств. Вот, там, я думаю, что в будущем, если вы приобретете себе смарт-холодильник, который будет сам заказывать продукты, считывая внутренними интерфейсами, там, инфракрасными датчиками, штрих-код со всех продуктов, а сейчас у нас на всех продуктах есть штрих-код, то есть фактически холодильник всегда знает, что у вас внутри лежит. Вот, этот холодильник сможет передавать заказ и формировать его по определенному алгоритму, даже если вы в этом не принимаете участие в магазин, ну, к примеру, в Глобус, да? На Глобусы будет приезжать курьер и привозить вам продукты. Так вот, чтобы холодильник отправил заявку там на сервер Глобуса, вот этот сигнал пойдет по нашей сети NBOT. Там не будет звонков, там не будет пользовательского трафика, это будет специальный трафик, ну, так скажем, для холодильников. Мы какими-то не просто крылатые машины запускаем, а какими-то просто безумными темпами движемся в будущее, которое только фантасты описывали в 20 веке. И я абсолютно в это верю, потому что действительно вы напомнили про вот эту трубку большую, и ты думал, господи, а когда они превратились в маленькие телефоны, ты думал, это просто вершина того, что может произойти с тобой, а сейчас мы уже говорим о том, что наши холодильники сами будут заказывать продукты в дом. А, видимо, какие-то другие приборы будут производить расчеты с доставкой прямо там на месте, помимо нас. Самое главное, революция в жизни человека произойдет, ну, на мой взгляд, не тогда, когда вот это все действия будут выполнять приборы, а тогда, когда мы им фактически отдадем право решать, за что можно заплатить с вашей личной кредитной карты. Пока все вот это делают они, это некие костыли, все равно решение о покупке принимаете в конце концов вы. Они вам формируют некий лид, кейс, да, но потом вот акцептовываете его вы. А вот как только мы машине отдаем это право за нас, за самих, принимать решение о взаиморасчете с собственного счета, это будет некая сингулярность. Спасибо, Максим Исаев, руководитель филиала компании МТС в Кировской области. Это была программа «Крупный план». Всем хорошего дня. Всего доброго.